Это эскиз котика, который хотим мы сделать. И этот котик будет на фасаде дома моей дочки Ли. Этот фильм «Как сделать котика». Ну, не фильм, это фрагмент фильма. Вот я вам показываю кусочек фильма. Фильм получился очень длинный, я пытался ускоренный туда, и программа не выгребает. Поэтому пришлось мне на три фильма подробить этот мастер-класс, если можно назвать, или обзорный фильм. Это Лена делает котика, а я здесь вот это позирую себе, пытаясь выхватить кусочки фильма и показать их своему зрителю. Ну, Лена сделала фильм, сделала кота чуть-чуть, и как бы мы теперь показываем спину, там увеличили, вот я показываю, как голову делать. Ну, я наскочил к Лене, чуть-чуть снять обзора, ну, и вот решил попозировать сам. То есть, вот так вот делается котик, смотрите, там уши намеченные, и я беру мастерочком, уже почти там на 90% этот кот сделанный, а осталась вот морда. Ну, я показываю, как бы я ее делал. Вот уже есть глаз, есть фрагменты глаза, и остается вот сделать брови, уже, смотрите, скулы намеченные, и нос намеченный. Что такое нос? Это маяк, это базовая поверхность, то с чертежами связаны, здесь базовые поверхности, которым потом, ну, как бы появляются габариты, появляются размеры, и вот, видите, я на картинку смотрю, я хочу сделать вот базовую поверхность под глазом. Ну, она сделана, мне она понравилась, и я немножечко делаю намек на шерсть, потому что, ну, как бы это тоже образ позволяет получить. Если эта шерсть в размере, то она не спорна, а если она не в размере, то она навяжет другие размеры. Вот, смотрите, губы, это тоже базовые размеры, потому что они оканчиваются, и от этого базового размера губ будет нос. Нос это тоже длина, размеры, и вот я постоянно смотрю, у меня нету такой сильной зрительной памяти, есть очень большое объемное мышление, и мне приходится, видите, постоянно смотреть. Может, у кого-то есть там память зрительная, а не мне надо смотреть, а я всегда работаю по эскизу. Вот, смотрите, я же себя тоже не вижу со стороны. Вот я глаз делаю, я понимаю, глаз делал так, я его коснулся туда, и, смотрите, вот я сейчас наметил зрачок, и вот теперь я вижу, глаз есть, века есть, я начинаю делать, будем говорить, бровь его. Ну, этот котик, он все равно немножко очеловеченный, и отсюда, ну, если чисто кот, ну, как анатомичный, это одна работа, но это такой сатирический кот, он лезет в окошко к Ленке, у Ленки там кухня, у нее хорошо кормят, и, получается, он немножко, как бы мы его делаем, брови там усилили, ну, как бы немножко сатирическую такую делаем работу, он должен поход, на кота похожий, он должен быть смешной. Вот, смотрите, вот я пытаюсь вылепить ушко, вот, видите, она там твердая, и посмотрим, что я приму, что я сделал, мне не нравится, видите, там старые ухо натыкаются, я, наверное, сейчас их просто срубаю, и вот это очень важно будет, смотрите, ухо готовое, оно мощное, оно навязывает, оно близко находится к бровям, и то есть ухо начинает делать, как бы работу, как бы базовую, ну, то есть она делает базовый размер, все, видите, я психанул, говорю, это называется непопулярное решение, ну, лучше сделать непопулярное решение, чем популярное. то есть вот я ведь и вот это твердо не дает мне работать ухо надо чуть-чуть сместить назад ну и сделать базовые размеры височных костей вот это очень важная то есть работа лена намек наметила уши наметила а а получается не видите вы сюда нету припуска лучше сейчас категорически принять такие вот ведь все я срубал его сейчас замажу и потому что там твердо он очень быть мощное ухо и голова будет мощный вот смотрите видите и вот получается то же глаза все готовые а вот это лена это ленина руки на перчатках работает и вот такой вот идет от типа мастер-класс ну будем говорить и здесь возьму всю работу сделала лена ну как бы каркасы я поварил ну и вот как бы лена тоже у лены есть этот мастер-класс кто зайдет на ленин канал она его качественные делает а я просто пришел ну как бы немножко обзорчик снять ну и как бы под эту марку и своим зрителям покажу как этого кота делались ну полный мастер-класс у лены идет есть на канале но опять вот подход мой подход к работе он тоже важен смотрите что делая я не пошел к деталям вот если это очень важно люди теряют время то что дело детали а потом к этим деталям к ушам прилипнет голову надо сделать голову а потом делать уши ну вот это это просто опыт то есть я иду немножко другим путем то есть надо делать базовой поверхности смотрите сейчас сделаю место подуши с размоя замою и просто потом прицеплю уши и работа будет готова и судить почти глаза нос он почти готовый но что там уж и сделать ну сейчас делаем дыхи все мы просто на денежка постоять и опять как бы чем технология если лучше делать неправильно то они потом отвалятся ответить на те что я сейчас подготовил поверхности на автопилоте то есть у меня рефлексы уже заложены там 30 лет я работаю в этой сфере и смотрите я сейчас прилеплю уши наметку сделаю и они будут красиво стоять а раньше там твердая она мне дало прицепиться ушам и был бы на то большой припуск мы с него ослаб сделали ну все равно был кот красивый бы ну вот смотрите вот просто по теме с обзора получился небольшой мастер-класс как как сделать голову кота и как сделать уши ну и будет три фильма ну и 4 покраска ну и 5 у лены будет фильм то есть короче по этому коту можно найти будет много информации как он делался но вот видите я сейчас показываю очень важное важное вот как вот эти базовые поверхности принцип вы должны понять принцип от памяти люди можно идти от твердого большого и вырезать мы попробуем вырезать а я иду от того как вылепить ведь я леплю его сейчас уши поплывут я их оставлю они сейчас их постоят и опять добавлю не будут потихонечку лепиться и принципе все все получится нормально он ведь и все у меня есть височная кость вот глаза есть я посмотрите получается здесь надо выбрать правильный подход у меня есть височный кость здесь глаза не снос а уж и мы привяжем голове они к ушам привяжем голову увидите как я красиво сказал то смотрите сейчас ошибка с ушами будет минимально но если мы выберем каркас с ушами то получается представляете нам надо всю голову цеплять к ушам это ну сложно а так у меня возможно с ошибки гораздо меньше потому что я могу туда уши пойти в бок влево и ошибка просто уменьшать смотрите это наметку дал но они уже просто плывут и надо постоять они сейчас немножечко постоят и будет короче дальше продолжаться фильм ну вот так вот котик получился в натуру вот он лезет на стенку ну сейчас видите металлический каркас который ну вспомогательный потом его вырежем на стене посверлим и вот на эти крепежи прикрепим его на фасаде ну и снимем фильм и будет покраска тоже снимем фильм ну не знаю я или лена снимет посмотрим что-то с этим решим ну вот суть том что котик котика доделали а самое интересное посмотрите под этот кадр попала интересный фильм лена собирает посылку у нее появился какой-то заказчик и она сделала баранов у нас есть форма такая и очень просто отлить таких баранов которые можно там на заборе поставить на камин на барбекю эти то чувство скоро мы сделаем магазин по арт-бетону я сегодня соберу все формы лена так отольет и у нас куча там есть интересных и греки и шмеки вот короче посмотрю что с этого получится вот лена упаковывает тут хочу проблем конечно много с этими пересылками чтобы дошла скульптура до потребителя а это вот котик ведь у нас еще один котик есть ну я вот тоже будет у нас на фасаде на высоте и и как бы вот украшать дом а это я взял готовых котов и показал это мой первый дом где я жил вот эти молодой был красивый у меня собачка была такая это вход мой дом то есть забор представлять ему 25 лет назад я его делал до сих пор живой дом 42 а это вот такой вот матросский код то есть надо пропуском не в дом прийти вот такой мандат у него проколотый и захотел котика сделать на у себя на заборе это у меня витя коты позирует собачка у меня шицуха была и то есть ну всегда животных и пока я не ездил у меня были собаки животные потому что дома это хорошо животное а это вот в козельске вот такой котик смотрите тоже он простой этот кот однодневка то раз раз и сделал смотрите тоже под вот у локоморы дуб зеленый вот у меня золотые руки смотрите золотой мастерок я позирую с этим котиком а кот читает там какую-то сказку а это лена вот лежит показывать язык тоже до козельской то свете чем к этот код простой потому что он ну как бы не стоит на ногах а этот матроскин он уже стоит на ногах пенек такой и вы те колено опора у него есть дополнительная вот хвостик видите третья опора то всегда эти скульптуру надо на трех точках делать вот а ну я собачку показал потому что на фотоаппарат держите и я держу фотоаппарат ну это тоже 15 лет назад делалась работа а этот туганов пиво показывает а котик горит пиво это плохо молоко это хорошо вот смотрите видите код хвост как закреплены на пятки а этот код ну как бы его только дома можно стать ведь и хвост у него не выдержит мусорный код тоже 15-18 лет назад я его делал в москве то есть а это в киеве делал такую тоже один из первых котов он год баба яги такие глаза страшные и вот как бы первые пошли такие коты и они пользуются спросом у крысы что-то затесалось ну крысы коты и собаки все это коммерческие работы их можно где-то делать применять вот такого мусорка а то смотрите вообще герб код код который готовит кушать в беседке вот посмотрите раньше какие мы делали 15 лет декорации там камень декоративный а это киевская важная киевская такая блатная вот она сидит и рядом с ним уже пофотографировать это козель свекляндия а это кривой рог вот сосиску украл это же простой котик сосиску тянет ну он сатирический и вот клапу не там увеличена а это кот базилия я делал там одному генералу там прокуратуры то есть такой важный кот базилия жулик понимаете вот она руки жмет мне ну это пантера тоже вот как бы побыстричку сделать можно было потому что она лежит и несложно ну вот вам фильм про котов собак и это все можно применять и где-то в любого любого заказчика